Продолжение следует... Здесь Борисов Егоров Анач, глава Республики Саха, Якутия, Левченко Сергей Георгиевич, губернатор Иркутской области, Цединов Алексей Самбович, Бурятия, Якушев Владимир Владимирович, Тюменская область. И я просил также подъехать руководителей муниципальных образований, мэра Саянска Иркутской области Боровского Олега Валерьевича, Вытеков Сергей Борисович, глава администрации Ишимского муниципального района Тюменской области, Свистелин Кирилл Викторович, мэр Киренского района Иркутской области. И Шипетий Андрей Анатольевич, глава муниципального образования зоны Алларского района Иркутской области. Поговорим, как я сказал, само собой разумеется, по ликвидации последствий природных пожаров на территории Сибири. Давайте с этого начнём. Наиболее напряжённая ситуация, как известно, сложилась в Иркутской области и Бурятии, но в Бурятии поменьше, тем не менее, проблемы тоже есть. В целом, в обоих субъектах Федерации сгорели десятки жилых домов, и благодаря слаженной работе пожарно-спасательных подразделений, слава Богу, недопущена гибель людей. Вот это самое главное, и это хотел бы отметить. В ходе совещания, надеюсь, услышать от вас доклады, как организована работа по оказанию поддержки пострадавшим гражданам, включая временное размещение, медицинскую и материальную помощь. Мы с вами по телефону уже со многими разговаривали, и глава МЧС докладывала, и руководители регионов, но хотелось бы услышать актуальную информацию. Как известно, денежные выплаты гражданам в связи с утратой имущества уже ведутся. Также прошу региональной власти держать этот вопрос под постоянным контролем. Если есть необходимость, оказать людям помощь в составлении соответствующих документов, заявлений. Вы хорошо понимаете, о чём я говорю, люди опытные. Нужно максимально оперативно реагировать на обращения пострадавших. Без лишней бюрократии провести восстановление всех необходимых документов, паспортов и других. Ещё один важный вопрос и, можно сказать, приоритет – это ремонт строительства жилья взамен разрушенного пожаром, либо приобретение нового на вторичном рынке. Работа на этом направлении большая. Вот мы пока в машине сейчас ехали с Сергеем Георгиевичем и с полпредом, уже начали разговаривать на этот счёт. У них есть свои соображения. Во всяком случае, в Иркутской области они сейчас это доложат. В любом случае, действовать нужно без раскачек и промедления, чтобы люди имели возможность как можно скорее переехать в новое жильё. Прошу доложить также, как планируется организовать решение этой задачи во всех регионах. Сколько потребуется денежных средств? Есть ли они? Нет их? Каковы источники и так далее? Какое содействие необходимо со стороны федеральных властей? Теперь, что касается Паводка. Он затронул территорию Центрального, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного федеральных округов. Подтоплены жилые дома, социальные объекты, транспортная инфраструктура. Наиболее пострадала Тюменская область. Сейчас всё не буду перечислять. Владимир Владимирович скажет об этом. Просил бы также сообщить, как организована эвакуация людей, размещение пострадавших граждан. Владимир Владимирович говорил, что в целом небольшое количество в ПВРах находится. Но всё-таки хотелось бы услышать сегодня, как на данный момент времени, что в этой сфере происходит. В Тюменской области, да и в других регионах. Что делается для защиты объектов инфраструктуры, жизнеобеспечения, находящихся в районе Паводка. В целом механизм действия в подобных чрезвычайных ситуациях у нас отработан. Соответствующая нормативная база есть, она принята. И прошу вас в самые короткие сроки оказать гражданам, у которых пострадало жильё, имущество, всю предусмотренную законом помощь. А также провести детальную оценку причинённого ущерба инфраструктуре, жилым, социальным объектам, наметить план конкретных действий по их восстановлению. И в заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что в регионах, пострадавших от паводков и пожаров, важно максимально оперативно провести весь объём восстановительных работ. Рассчитываю, что федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты в решении этой задачи будут действовать предельно чётко и скоординированно, с полным пониманием своей ответственности. Давайте начнём. Продолжение следует...